Субтитры сделал DimaTorzok Насколько у нас интернациональный и международный фестиваль Насколько это вообще считается как близкое что-то Или это такая какая-то вещь локальная Может быть кто-то из приезжих может быть Высказаться по этому поводу Ну или в любом свободном формате А местным можно? Можно местным, но вот был вопрос к не местным Не местный есть? Вы готов что-нибудь сюда вот? Все ли понятно? Все ли считают? Я вижу вот какая-то рука сзади Это просто вы чесались, да? Да, где? Бугл? А, вижу, да, пожалуйста Чуть-чуть К нам поближе сюда Я не местный Но в целом Как вы еще? Может просто Илья Илья бы Я не местный, но в целом считается очень проблема для всех Нагромождение мнений и проблем, которым пытаешься разобраться, они все тянут себя назад Куда-то в прошлое То есть как бывшие, как родители, как работа, которую уже не должна держать И это в ответ на вопрос, что это актуально ли только для Москвы или в принципе для всех Мне кажется, что для всех Актуально ли для мужчин, например, это история Да, да Это и для мужчин то же самое происходит Конечно, нет такого, что пойти выпить вина и пореветь Скорее взять пиво и сидеть по дому А то, что я от себя хотел сказать Это где-то в середине уже читки Начало складываться ощущение, что это должно закончиться каким-то вот хоппи-эндом Таким, что от всего как бы отстраняется героиня главное И как бы в полом часто уходит, может быть, чтобы себя найти Получилось как бы, что как жизненный хоппи-энд Не художественный, как вот всех ждут вот этот художественный хоппи-энд, где у всех все хорошо А жизненный, где все остается плохо, но становится чуть-чуть полегче А что остается плохо? Ну, остаются родители, остаются вот эти вот деньги И все равно остается бывший муж, который, ну хотя он начинает ходить на свидание, но все равно как бы он тут рядом, идти куда не уходит, напоминает о себе Что называется, героиня освободилась в токсичных отношениях И это уже как хребен считается, да? Частично Не тот, который ждал Да, как же в задаче и говорю, я вспомнил, что это все напоминает мне женский вариант фильма «Осенний марафон» Но там, как мы помним, история закончилась совсем не так, да, не так взомночь-то Кто-то еще? Да? Нина Беленицкая, драматурка Простите, я местная Давай Это как-то очень правильно, что пьеса была разные виды счастья, это имеет счастье зрителям И как бы она не то, что бы обещала это, но это такой приятный побочный эффект, который, в общем, не часто получаешь от современной драматургии И прям, ну, дико приятно, огромное спасибо за читку, у ощущений, в общем-то, готового спектакля И актерские работы такие прекрасные А про пьесу? Да, я знаю Да нет, можно и аксор Говори еще Как базово Хорошо Мне очень зацепило, что пьеса написана в такой скетчевой манере И каждая сцена очень искусно выписана И я знаю, ну, тут как-то в кулуарах быстро взлетаются вести Я знаю, что пьеса есть реальная подоплека Но она по-хорошему выглядит очень искусно придуманной И такой, как будто бы автор перебирал очень много вариантов Про что можно было бы написать, что было бы современно, что было бы вот прям вне Нет, про женщин, феминисток, которые вот ищут себя, они вроде им гордуют И это не попадает в какое-то такое вот пошлое, такое ожидаемое что-то Очень как-то, мне кажется, здорово найден баланс между тем, чтобы это было открыто и понятно достаточно большому кругу Потому что, ну, как бы тема феминизма удивительным образом вызывает как-то поражение нездоровое Но в то же время ни разу, мне кажется, как-то не изменила теме И это, ну, вполне себе она феминистка Круто, что понятные персонажи, но при этом они исключительно не банальные Для каждого найдено какое-то объемное очень существование Вот это, конечно, муж, завязавший алкоголик, превратившийся в тайного Дон Кихота Я просто даже не знаю, где, с кем сравнить Я не помню каких персонажей Да, очень много щедрых выходов, разбросанных по смеси Вот, и жанр, мне кажется, это такая довольно чистая трагикомедия А не так часто вообще авторы по своему желанию знают это жанр грустно А жанр чудесный, очень, мне кажется, большой аудиторий способен забрать Вспомнила фильм «Маленькое несчастье» Даже так Ну скажи, Анина, раз ты уж встала и такой многоопытный драматур Кинрайзером была на миллионе проектов и вообще другие съела много собак А вот, например, сцена, где папа встречается с Андреем В бультиках В Сбербанке Это счетчик Сгенралито или совпадение? А? Да Ну, во-первых, это единственное совпадение в пьесе, как мы знаем, классно, когда совпадение не больше одного Они не перешли границу, не узнали друг другу Мне кажется, что это все тонко сделать А мне кажется, что все понятно, почему девочка нашла себе папу, с которым прожила ту историю А, что это Андрей как папа? Ну да, они похожи, поняли друг друга И ее конфликт, мне кажется, с самцом недопонятый, может быть, недопрожитый Зритель для себя выбирает, что а, ну вот просто вот в этом дело Понятно, спасибо, Лина Может быть, я просто своим каким-то мужским взглядом чего-то не вижу в пьесе А ты мне так сейчас здорово объяснил Мужчины, что? Какие мнения по поводу женщин? Женщины Настя, позвольте, все Наша Зайцева в последнем журнале театра про феминизм написала, что феминистская пьеса Это только та, которая написана с феминистских позиций У меня вопрос к автору Написана ли эта пьеса с феминистских позиций? Чтобы мы, в принципе, не говорили о том, что она феминистская или нет Потому что если там упоминается прям пьеса, это совершенно не значит Ничего не значит, да Если там две женщины, которые больше трех минут говорят не о мужчинах Правильно, да? Нет Это критерии, да? Это не критерии, это правило, которое распространено Как-то даже у него название есть Да? Тест чего-то там Ну, как бы, есть вот это У вас какая-то политическая, феминистская позиция? Идеологическая Поддерживать или вы Бутина? Биологическая Ну, не биологическая Потому что не всякая То есть сейчас большая часть грамотуры, представленных в людях, женщины И не значит, что у всех есть феминистские, да? Ну, смотрите, вот то, что Вот есть и есть вот эта вот рефлексия про то, что считается феминизмом и что не считается феминизмом Это на самом деле, как бы, ну вот, практически напрямую моя позиция Я не могу сказать, что я феминистка, потому что феминизм вот это У меня есть какое-то свое представление о феминизме Поскольку я сталкивалась с тем, что я видела людей, которые представляют разные течения феминизма, да? И они все как-то вот зарубались по каким-то терминам И как-то выдавали всем либо значки, либо не выдавали Вот этих назначали феминистами Феминистками или профеминистами или нет То я, честно говоря, даже, ну, немножко боюсь сказать, что я феминистка Я гуманист Я гуманист То есть это решить... Рефлексия на тему... Рефлексия на тему... Вот здесь есть рефлексия, есть ирония, на самом деле, по поводу феминизм Назначили, отменили все Давайте дальше Кто-нибудь сейчас применит? Феминизм в глазах смотрящего, мне кажется Юлия Тупикина, драматур Мне кажется, тут очень важно, что у Ани... Аня здесь рождается как комедиограф Это... Я немножко имела отношение к началу зарождения этой пьесы Спасибо И я хочу сказать, что Аня не могла смириться с тем, что она комедиограф Ей хотелось посерьезки сказать обо всех этих тяжелых темах Но это вот сейчас совершенно очевидно, Аня, наверное, тебе тоже Что это, конечно, комедия, но трагикомедия, действительно, чисто выраженная Почему они встретились, эти двое, например, с Барбанки, вот ты спросил? Чтобы мы могли над каждым из них посмеяться Они очень смешные в этой сцене, как бы, да, их позиции жизненные Аня увидела это очень резко, и она, может быть, сама еще не понимает, но она посмеялась Как бы над каждым из них Конечно, самая смешная эта героиня Тем более, вот режиссура этой читки и исполнение Лены Маховой показала всю эту комедийность Главной героини, какая она смешная в своем этом феминизме И как рождаются эти такие... Да, 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 конечно, безусловно, но это так круто, что именно Лена Махова сыграла эту роль здесь сегодня Потому что, ну, это очень смешно было за этим наблюдать Но чего мне не хватило, конечно, это немножко такая белая сказка про белого бычка Она может длиться бесконечно, бесконечно может приходить героиня митинговать, дубасить всех скалками вокруг Там этого постучала, этому постучала по башке, помитинговала Ну, как бы она митингует всю пьесу, и что, как бы, да? Хочется ее арку увидеть, хочется какие-то ее изменения Что внутри нее мешает ей добиться этого счастья, к которому она хочет прийти, да? Что-то внутри же нее мешает же этому добиться, да? Очевидно, что она липнет к этому несчастному мужчине, который никак не рискнет ее бросить уже там Да, мы ему сочувствуем очень, сколько можно, это ужасная женщина, ну, как бы, она долго к нему липнет Но хочется понять, что, как бы, она тоже какой-то некий путь проделала, понимание, да? А не просто так свершилась Део сексмахина, что бывший муж пришел к начальнику Начальник сказал, ну, ладно, что-то мы перегнули палку, давай мы все-таки тебя уволим То есть, как бы, завершилась одна сюжетная линия, но хочется, чтобы внутри героини тоже какие-то изменения произошли Потому что это, иначе, это стендап-комедия немножко, да? Ну, это классно, такой стендап-номер, такая стендап-комедия, да? Но, как бы, не хватило немножко, чуть-чуть арки, мне лично, но это можно было бы дотянуть Самое главное, что ты родилась, как комедиога, и это будет только крепнуть Это будет, ну, как бы, еще лучше и лучше, пиши комедии, и мы будем наслаждаться А можно ответить? А как же, вот она вышла из круга, послала Андрея нахуй, это уже, тоже некая И материтесь, пожалуйста, не на, как-то, уже не в рамках подростка Это была цитата Тоже некая арочка для женщины Совершенно ясно, что он первый человек, который не бросил, он первый предложил остаться, а дальше, ну, правда, посылает, кидать на него следом, белые повидоры, то есть, кидать на тебя первые узлы Это ничего не значит, совершенно понятно, что он первый человек, недавно хотел с тобой сделать Но она бы его не бросила, мне кажется, если бы не, ну, извините, ради справедливости Но она, как бы, созрела, чтобы это сделать Нет, она не созрела Ну, полюбно еще 10-20 Хорошо Хорошо, вижу бас, вижу бас, но долго у меня за брючизу крепнет уже Евгений Козачков Я, как бы, про арку Если вы, как бы, смотрите внимательно, то вы понимаете, что впечатление на Мишу произвел неприход Юры А то, что героиня... Не на Мишу Да А то, что героиня извинилась А ее арка показывает, ну, есть несколько конфликтов С родителями, с Андреем, с бывшим мужем, с начальником И она везде меняется и делает несвойственный для себя шаг, разрешая эти конфликты И то, что Юра пришел к Мише, это было не для нее, не для героини, а для самого Юры И он после этого его попустила А для героини был шаг, что она извинилась, что она перестала, как ты говоришь, митинговать А она уже сказала, давай нормально поговорим, извини, я могу быть резкой Она разбралась с родителями, наверное, и она приняла как другу и как человека Юру То есть она его все время воспринимала как мужа или не мужа А когда она говорит, ну, ты человек И это большая арка, это кристалл, который, как бы, грубо говоря, у нее мы видели одни грани кристалла внутри героини И под конец мы увидели другие, прям вот реально другие И они не просто были там всегда, и вот мы их увидели, она в действии проявила это Я не хватил этих действий Мне, как бы, ну, мы говорим, я тот человек, которому этого действия хватило Да, ну и прекрасно Потому что по законам, мне кажется, предлагаемым этой пьесой, где люди, как бы, ходят, разговаривают, выясняют отношения Те действия, которые совершены в рамках этого жанра, они, как бы, вполне органичны И она, как бы, делает шаги, которые чуть-чуть выходят за просто говорение, да, там есть какие-то, ну, чуть-чуть Я пытаюсь вырваться за пределы вот этого мира, где я просто хожу и говорю, и все из диалогов И вот приближение к этим границам и попытка выпрыгнуть из них И есть ее арка, которая и решает основную часть конфликтов В этом смысле, мне кажется, это очень классно, именно про то, с чего начали говорить, что в этом есть, меня радует, что реализм, да, то есть мы как-то ловим решетом эту реальность, приглядываемся к ней, и она работает И вот то, что, как бы, из Садового Кольца было бы круто, ну, если это очень круто, что это изнутри Садового Кольца, потому что я отсюда, я этим снимаюсь, это мой мир, я это описываю и выхожу на некий уровень общения Но вы чувствуете, что это какая-то правда, что это, ну, не, ну, непридуманная вещь, да, что вот она про сейчас, она про настоящих людей, и вот Ну, спасибо Ну, правда, мы знаем, она не в упоминании, там, центра Мейрфольда заключается Ну, нет, я говорю про не бирюзовой модели, а про реальные качества, про бирюзовую модель в том числе Модель отношений, ну, и здесь, надо сказать, достаточно действительно узнаваемая схема отношений мужчины и женщины Здесь довольно документально описанная, на самом деле Я вижу вас, Петр, вы хотели бы представить Да, я хотел, меня зовут Дмитрий, я хотел бы подсказать, ответить по поводу некой бесконечности действий Которое могло бы продолжаться даже, когда спектакль закончился, я вообще вот эту чинку воспринял мне как зритель в театре И поскольку я больше времени провожу перед компьютером, чем в театре, мне вообще показалось, что это зачин для другого формата, для YouTube сериала Потому что мне показалось, что эта серия тоже, как я согласен с драматургом, мастерски написанных скетчей И они бы отлично уместились в формат 10-минутных серий, которые идут друг за другом И финал для меня был абсолютно финалом первого сезона И на самом деле, все герои, которых Аня написала, они очень, как это сказать по-русски? Relatable, likeable В общем, они все... Все вызывают симпатию Да, да, они все вызывают симпатию И это было... Я прям почувствовал, что я сижу у компьютера Это было уютно, это было весело, но это не было при этом как-то слишком легкомысленно И мне кажется... Вернул, вернул Поэтому мне кажется, что Ане просто нужно сделать из этого сериала Сериал «Друзья» Сериал «Друзья» Сериал «Друзья» Это плохо, да? Это плохо? Нет, это здорово Вы хотите... Вы хотите... Так, Петр Вы знаете, я бы определил этот жанр из-за того, что там много гротескных моментов Я бы определил это... Гротескных Я бы это определил все-таки не как трагикометию, а как трагифарс Но в слово «фарс» не вкладывая ни малейшего отрицательного смысла И очень точно выбранное название Но за этим разным счастьем, посмотрите, там же скрываются и несчастья каждого Там каждое счастье ищет, но каждый несчастен И обретет ли это счастье неизвестное Вот эта вот недосказанность, которая есть, а что с ними будет дальше? Вот этот вопрос, который остается И еще, я не знаю, вкладывали ли вы какую-то метафоричность в пять килограммов лимонов, нет? Я вам сейчас скажу Пять килограммов лимонов содержат смертельную дозу лимонной кислоты Вот так вот даже Пять килограммов лимонов действуют так же, как небольшая доза синильной кислоты Поэтому если вы вот эту метафоричность здесь не имели в виду Я даже подумал, а вдруг семья Кто-то в семье заказал эти пять килограммов лимонов для того, чтобы закончить свой жизненный путь Поэтому здесь случайное совпадение Ну и еще, в самом конце Спектакль по этой пьесе был бы пившеством для тех зрителей, которые любят спектакли из текста Из текста? Из текста Спектакль из текста, вот это просто наслаждение Я таких зрителей знаю, они пойдут, ну, с удовольствием, с восторгом Обратите внимание, как все-таки работали моменты, что текста было мало Как, например, разборка в офисе между Юрой и Мишей Алиса, да? Алиса? Я просто прочитала, кстати, микро-моркопить Здрасте, я Алиса Вы запомнили, вау Во-первых, спасибо вам огромное за вот тот маленький диалог, по-моему, из трех рептик, где они матерятся по офисному Вот это было прекрасно, это совершенно великолепно Я не повторю ни слова, но это было прекрасно И так мне тоже очень понравилась сцена в Сбербанке Это такой привет Фрейду Совершенно великолепно Единственное, что меня чуть-чуть зацепило, это, мне кажется, очень много всего тематически То есть немножко распыляется тут же феминизм, ratfem, childfree, stalkerство, алкоголик, абьюзивные отношения в гомосексуальных семьях, гомосексуализм, абьюзивные отношения с мужчинами Этого столько всего, что получается, что получается, в какие-то моменты начинают проявляться шаблоны То есть персонажи все еще остаются объемными, но они как будто в какие-то моменты начинают слетать на стандартные фразы, потому что просто это не охватить все, это невозможно И за счет этого кажется в какой-то момент, хотя она потом из этого выруливает, главная героиня такой лакмусовой бумажкой, которая ходит и всех обличает немножко Она не специально это делает, она просто оказывается в ситуации, такие, о, это сексист Она разговаривает с подругой, она такая, о, это ratfem и лесбиянка, хорошо Разговаривает с кем, то есть она как будто немножко обличает И за счет этого вначале чуть-чуть теряется, она как персонаж Вы начинаете путаться и воспринимаете ее просто как лакмусовую бумажку Но потом она выруливает все, я на стол стою с персонажем, я прям так порадовалась, что на стол стою с персонажем Спасибо вам за это большое Хорошо, спасибо Вы готовьте к себе ответы? Сейчас, сейчас зрители еще чуть-чуть Да, пожалуйста Меня зовут Ольга, я хотела по поводу арки добавить, мне кажется арка как раз получилась очень хорошая Потому что она стартует с позиции со всеми нормально, она могла просто взять у родителей деньги Она могла не ссориться с начальником и как бы все дальше Ну и с Андреем в принципе можно было тянуть до бесконечности С мужем, ну тоже неплохая там поддержка какая-то Она в принципе, это именно арка у нее точка, в которой она рушит в принципе терпимые ситуации А нетерпимыми все эти ситуации делает она сама Поэтому я думаю, что это такой очень, ну может быть не очень сильно заметный, но очень большой шаг с ее стороны Спасибо Я опоздала, я не понимаю, это какой-то новый сленг, что это за арки, о которых вы все говорите? Арки, что это за арки? Арки, что это за арки? Арки, это правильные изменения персонажа Угол таким? Получается Кто-то еще из зрителей готов что-то добавить? Хорошо, тогда вот Лика и артисты кто-нибудь Да, я хотела просто как человек, да, выбравший пьесу ставить или не ставить, да Когда я ее разбирала и готовилась к постановке, мне очень сильно понравилось то, что Обратила на себя внимание то, что это Я воспринимала как обязательно документальную пьесу Действительно обратившую свое внимание на жителей внутри Садового кольца, ну, внутринка, скажем так, да Нас и те, кто делает любимую, те, кто не уходит абсолютно в нашу жизнь И даже то, что кажется стереотипным, да, какие-то фразы и так далее Они именно потому и узнаются и воспринимаются иногда в этом стереотипе Потому что абсолютная правда, вот каждое слово, ну, мне так кажется, да, абсолютно правдиво для этого персонажа И очень, вот, чем больше учитывалось, разбираю ее, чтобы на каком-нибудь, там, иметь возможность поставить, да Каждый персонаж представляет собой какой-то пласт, да, для того, чтобы за час всего лишь успеть показать, ну, в общем-то Какой-то, вот такой срез жизни, да, вот ровно на сегодняшний момент Понятно Спасибо Слова мешали? Я могу сказать слово сказать, у Лермонтова был герой нашего времени Мне кажется, что это на уровне героиня нашего времени Это вот мое ощущение вообще Ух! Вот, ладно Хорошо Автор Что вы вообще думаете про эту музыку? Что-то ответить про арку, про документальность, про комедию, про сериал? Слушайте, ну, я просто счастлива, на самом деле Потому что, ну, для меня большая честь здесь оказаться Это было моей мечтой И она осуществилась И спасибо вам огромное Я, честно говоря, ну, я не ожидала какой-то реакции Я думала... Ну, в общем... Ну, я очень сильно волновалась Вот, это документальная история То есть там практически ничего не выдумано Это обстоятельства Ну, они, конечно, как-то переработаны, там, спрессованы и так далее Но это, как бы, обстоятельства, там, моей жизни Жизни каких-то близких мне людей Ну, как бы, я рада, что это получилось смешно Потому что я боялась, что это немножко будет вот такими, простите за слово, безкостраданиями Поэтому хотим из меня избежать Если мне это... Вы не знаете этот кроматический термин Здравствуйте Здравствуйте Да, и если это получилось, то, ну, слава Богу Это то же самое, что перипетии Которые не заканчиваются Да, и которые, скорее, выражены вермально, а не действиями Да Вот И... Спасибо огромной Лике И я когда встретилась с Ликой И просто, ну, как бы, был такой первый человек, какой-то незнакомый, который мне сказал свою реакцию Я прям, ну, вообще... Отлегну Отлегну Ну, немножко Вот Спасибо вам Вы Сумасшедшие Прекрасные И я хочу сказать спасибо Юле благодаря которой этот текст начал рождаться И огромное спасибо Жене Казачкову Я считаю его своим педагогом, наставником И всем начинающим авторам я рекомендую учиться у него Спасибо вам Спасибо 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 Спасибо